Всем привет, с вами Лео и вы на канале Hell's Cream Academy. 164, 164 предложенных новости с видео, где запечатлено новое выступление группы Brimida Horizon с комментариями, послушай, он начал петь лучше. Ребят, вот честно, я очень долго сопротивлялся, не хотел делать это видео, на раз вы настолько усиленно просите, потому что комментарии на ютубе на тему посмотри, посмотри этот новый лайф, я даже не стал считать, потому что ну их просто море там. Поэтому в сегодняшнем видео мы с вами будем слушать выступление Brimida Horizon и Оливера Сайкса на Radio One с тремя песнями Medicine, Wonderful Life и Mantra. Ну и если вы впервые у меня на канале, то вам нужно знать, что я являюсь основателем и преподавателем вокала самой большой рок-школы в СНГ, которая называется Hell's Cream Academy. Мои студенты успешно выступают, записывают альбомы и гастролируют со своими коллективами. Некоторых из них вы точно знаете и могли видеть их на разных телешоу типа «Голос» и «Большая сцена». Ну и естественно, они могли заезжать в ваш город с концертом. Как музыкант я являюсь эндорсером, то есть лицом компании ESP Guitars, Ernie Ball, Samson, Top Ears и даже вот этого самого кресла DX Seed. А также я являюсь основателем и вокалистом группы FIND, которая в свою очередь имеет опыт выступлений и туров с такими монстрами, как Pain, Nightwish, Children of Bodom, Fear Factory, Wolfhardt, Northern, Betrayn, The Merchers и многими другими. Ну и конечно же не стоит забывать о моем опыте работы с платиновыми продюсерами Микой Юсилой и Анси Кипа. Ну и как обычно, сегодня мы с вами говорим только о технике. Не о музыке, не о тексте, не о самих вокальных партиях, а именно о том, как они исполнены. То есть о мастерстве самого исполнителя. Ну и сразу послушав этот фрагмент, вы могли заметить, что у него полностью отсутствует какая-либо позиция и из-за этого звук очень мямленный получается. Я естественно не говорю про то, что он шепелявит, я говорю именно про то, что весь звук заваливается. И за счет этого он очень сильно проваливается в звуковом миксе. То есть я не говорю сейчас о балансе громкости, а именно о том, что голос не пробивает музыку. Он как-то поверх нее болтается, такой знаете, с жижей, такой непонятный. При этом, когда там начинает петь Fish, его очень четко становится слышно, потому что у него четкий направленный звук. В данном фрагменте слышно хорошо собранный и направленный микс. Но, я думаю, вы все обратили внимание, что вот эта последняя нота, он ее берет, немножко ослабляя, и она получается такая, знаете, как ноющая. Хотя можно было бы ее допеть нормальным, насыщенным звуком. Но тут, видимо, в силу каких-то технических незнаний он этого просто не делает и не дает туда нормальной опоры, хотя мог бы. Здесь сразу слышно, что когда появляется бэк-вокал, мы получаем такой, знаете, насыщенный низ, который поет на терцию ниже. И появляется вот этот вот самый альбомный звук Оливера Сайкса, то есть перемешанный голос Сайкса и Фиша. И вот как раз появляется тот самый момент, когда голос начинает пробивать микс. Естественно, поверх всего этого слышно, как Сайкс очень сильно заводит звук в нос и прям вот таким вот образом начинает выпивать какие-то ноты. Если взять прям вот первую миллисекунду звука, который он здесь издает, то там все находилось там, где должно. После этого он его начинает заваливать на какой-то... На ноту, которой, в принципе, не должно быть, потому что он пытается тянуться за свистком. Видимо, Дэнни Филтон ослушался, но ему это неудобно делать. Если бы он брал просто головную там ту же самую ля, то это звучало бы намного плотнее и как-то, знаете, в ноту. А здесь он просто мимо фигадит. Вроде есть расщепление, вроде что-то там появляется, но вот эта вот нота, которая мимо всего, это не очень круто. Кстати, если хотите получать больше подобной информации, подписывайтесь на мою страничку на сайте Patreon. Ссылочка на него будет в описании. Я туда выкладываю огромное количество вокальных уроков, каких-то разборов, ответов на ваши вопросы, которые там же мне задают мои подписчики. И, естественно, выкладываю фрагменты занятий со своими учениками. В общем, по ссылочке в описании вы все найдете. Довольно долго отслеживая то, как он поет, я заметил у него вот эту привычку, знаете, национальная атака поет. Таким образом, он пытается добавить яркости к звуку. Это происходит из-за того, что вот на такой вот атаке, как вот только что смотрели фрагмент, очень тяжело звук выбрасывать, и он, в принципе, становится очень тяжелый, если отсутствует позиция. А так как мы уже с вами выяснили, что он все валит вот так вот вперед, ему становится тяжело, и за это он пытается придать хотя бы какой-нибудь яркости и раскрытости звука за счет натягивания губ, чтобы типа резонировали зубы. Знаете, вот это вот прям вот эталонное пение в маску с улыбкой. Ну и как я вам уже неоднократно говорил, пение в маску, особенно партии, которые находятся за пределом нормального мужского диапазона, то есть за соль первой октавы, если вы их давите прям через эээ, вот таким вот образом, голос очень быстро устает. Только что вы посмотрели фрагмент, вот эта самая нотка верхняя начинает у него разрываться именно по этой самой причине. Всего одна песня. Он ее даже до конца не спел, голос уже устал. Это, естественно, как вы понимаете, ненормально. Если бы голос находился в нормальной позиции немножко глубже, это звучало бы намного плотнее, и взять эту ноту было бы в разы легче. В этом кусочке они подкладывают огромное количество бэков, я думаю, вы все прекрасно слышите, что их там просто нереальное количество. Из-за того, что в принципе он поет вот это слово медисен, да, в самом конце, вот этим вот, вот таким вот звуком. Чего делать, опять же, не стоит. Из-за этого очень сильно устает голос. А вот в этом фрагменте фиш мне почему-то очень сильно по тембру напомнил Марко Мартелло и, соответственно, Фредди Меркери. Прям вот очень. Зацените еще разок. Я не знаю, как так получилось, но прям вот очень почему-то похож тембр. Вот здесь вот по последней ноте, которая была низкая, очень хорошо заметно, как сильно влияет отсутствие позиции на четкость ноты. То есть, когда вы поете вне позиции, у вас гласные звуки постоянно меняют тембр и создается впечатление, что вы постоянно поете мимо нот. На записи, естественно, это все вытюнивается, а вот в таких вот случаях это очень быстро и ярко палится. Как вы видите, вот эта усталость продолжает развиваться и он уже нормально даже расщепить, крикнуть звук не может, у него прям все проваливается. Вот эти вот рывки такие... Это тоже ненормально. Здесь, как понимаете, живого вокала вообще нет, потому что партия довольно высокая и Сайкс ее, в принципе, вживую вряд ли споет. А в этом кусочке в самом начале опять вот эта четкая позиция, которая постепенно начинает сползать прям вот так вот. Я думаю, это вы прекрасно слышите. Послушайте еще разок. Прям очень сильно заметно, как звук начинает ползти куда-то на... На какую-то фигню. Хотя можно было бы сделать этот крик нормально. В общем, скажу, что в данных фрагментах Сайкс меня порадовал. Прям вот чутичку. Задавайте свои вопросы и пишите имена разных вокалистов, на которых вы хотели бы услышать подобного рода разбор, в комментариях под видео. Ссылочки на все мои ресурсы, инстаграм, там влоговый канал есть тоже в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok